МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня проведет встречу с представниками громадкости белорусских и замежных СМИ. Мероприемство пройдя в поширенном формате под агульной назвой «Великая размова с президентом». У им проймуть удела мальчатыры десятки журналистов. На сустречу запрошены и шматлики-эксперты, які так само проймуть уделу диялогу по найбольше актуальных темах. Промая трансляция сустречы на телеканалах «Беларусь-1», «Беларусь-24» и першим национальным каналам белорусского радио. Гомельская в область станет первой, где державные процедуры у сферы землеупорадкования будут оформляться электронным способом. Дякуючи выкористанию сучасных технологий, земельные участки начнут предоставлять больше худко. У нововядениях разбирался наш корреспондент Марина Джалая. Той, кто отрымливал земельный участок, ведет, что эта справа не только клопотная, а и протяглая. Она дымает шмат часу не только у будущего владельника на делу, а и у специалистов. Ко процесс обмена документации по межземлеупорадковальными службами и агентствами по регистрации стал больше худким, будут выкористоваться электронные технологии. Мы работаем с новой программой земельной информационной системы. Эта программа позволяет в электронном виде оформлять ряд документов, в том числе те документы, которые необходимы землепользователям для получения земельных участков. Фактически, не выходя из кабинета, мы сможем зачастую в актуальном виде понять, что на сегодняшний день происходит с земельным участком. Раньше это было непосредственно обследованием участка на местности. Особливых это актуально для ЖХРО отдаленных районов. Паколь паштовые отправления будут курсировать за одну службу другую, может пройти не один месяц. Автоматизованная система зэкономить час на оформление необходимых процедур, як минимум на треть. Старт проекта отбылся минавито у нашей области. Могу с гордостью сказать, что именно в Гомельской области запускаются все проектные мероприятия по данному проекту. И начиная с Гомельской области, дальше распространяется по всей республике. Для того, как працовать по-новому, можно было полновартостно, потребный час и грунтовная работа сотням специалистов. Они будут наполнять программу звездками об каждом земельном участке, сопроводжать их электронными картами и навык указывать всю ту информацию, которую ранее не фиксовали на огул. Как по жартам кажуть, у землевопротковальной службе год науки повинен знайсти свое адлюстрование и у их працы. Марина Джалая, Валерия Гапанько, телерэдокомпания «Гомель». Специалисты Державного санитарного нагляда у Гомельской области выявили порушения на 96% проверенных объектов гандлю. Для ликвидации недохопа у магазины были вымышены припринять свою деятельность на термин от одного дня до месяца. С ситуацией ознайомился Олег Синтеров. Усяго за минулый год санитарная служба припыняли деятельность больших 600 объектов гандлю. География вельми широкая, от кармы до жидкович, сирот выявленного гандль претерминованными продуктами, порушение температурных режимов, брудное помешкание и обсталевание. При этом больше 40 предприемств не працевали на протягу целого месяца. У вугуле порушение потребований санитарного законодавства летость означена больше на 4500 объектов, а летость ликвидовала их без пыни недеянности. Уречься для того, как снять продажу протерминованную продукцию, шмат часу не потребно. Специалистами госанадзора Гомельской области за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства при обращении пищевой продукции привлечено к административной ответственности более 4000 человек на общую сумму 600 тысяч рублей и вынесено 2500 предписаний об устранении нарушений. Снято с реализации 9 тонн недоброкачественной пищевой продукции. Даденная проверка службы державного санитарного нагляда усвечит, якость и безпека частки, реализуемые у крамок Гомельской области продукции, навод не подтверждены ниякными документами. Вхожное шестное порушение, заховывание товара у непростосованных умов, вхожное десятое реализация товару без маркировки тез неполной информации. А прачатагу у некоторых крамах могут практиковать такие недобросумленные у относенных до покупников меры, як опрацовка вынженной рыбы и кабас с цвиллю аллеем тезо старелого сала с ротками для матья посуду. У рамках державного санитарного нагляда у миналом годе только лабораториями Гомельского областного центра хигиены, эпидемиологии и громадского здоровья проверено маль 2000 узоров. У 5% выпадков продукция прознанная непригодной для уживания. При этом 63% небеспечной харчовой продукции импортной в творчестве. Основное количество забраковок пищевой продукции у нас было связано с несоответствием по микробиологическим показателям. То есть это бактерии группы кишечной палочки, плесени. В основном браковалась продукция, это завтраки быстрого приготовления, приправы, чаи. Олег Сентюров, Валерий Гопанько, телерадокомпания Гомель. Гомельские судовые эксперты у миналом годе провели свыше 47 тысяч экспертиз. Гэты и иншые факты огучили у региональном управлении, дзе пройшла выниковая коллегия. Специалисты по судовой экспертной деянности доследовали амаль 17 тысяч местцев здареньев. При этом ни одна процедура не была выкананная поздней за установленный термин. Коллектив управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области в прошедшем году работал в напряженном ритме. Самый важный момент, который хотелось бы отметить, что все экспертизы выполнены в 30-дневный срок, а исследования в 15-дневный срок. Это достойный результат работы всех сотрудников управления. Больше оперативной работы судэкспертов узробила сучастная техника, набытая в минулом годе. Хроматомас-спектричная система проводит анализ наркотичных и психотропных речев. Для сравнения, ранее некоторые материалы накеровывали в Минск и чекали выник некольки тыднёв. Зараз анализ проводит на месте. На это потребно усяго 40 хвилин. Раньше мы определяли довольно ограниченный спектр соединений. Сейчас мы можем определить фактически всё. В том числе спайсы, различные лекарственные препараты, разрешённые контролируемые обороты и так далее. На сустрече так само огучили планы на этот год. Становочая тенденция треба не только захавать, а и полепшить. Всё лето эксперты протягнут, скорочать термин, проведение экспертиз и повышать их якость. У судей первой инстанции поставлена кропка об справе гомельских маковых королев. Жанчин, які организовали на территории областного центра криминальную сетку по реализации мака и наркотичных речевов. У группу наркодельцов выходили три человеки – керавники, распаусюжвальники Дурману. Затрымали предпримальных жанчин яше напроконцы 2015 года. Судебные тяжбы продолжилися увесь в 2016-е и скончилися только на переданне. Почас своей криминальной деятельности осудженные займались закупкой и продажем неочищенного насения мака, які наркоманы удалейшим використовували для приготовления опия. С початку гандляры денежали открыто, зняли у центра Гомеля дома и реализовывали продукт на рынку, а потом сошли у тень. На лаве подсудных опынулись из пожилцы товара усяго 7 человек. Организаторы нелегального гандля решением суда отримали до 11 годов позбавления воли. Сотрудниками милиции из незаконного оборота изъят крупный размер наркотических средств, крупные суммы денег, заработанные преступным путем, наложен арест на дорогостоящие автотранспортные средства. В настоящий момент проведение оперативно-развитных мероприятий и следственных действий продолжается в отношении лиц, которые занимаются незаконной реализацией семян мака. Практика привлечения к уголовной ответственности их у нас уже есть. Державт инспекция Гомельской области проводит профилактичную акцию с раздачей насельницто светлоотбивальных комизелек. Особая увага же хорамвесок, как и зимой часто вымышны ходить по проездной части. За рядом ДПС у рейд накеровалися наши корреспонденты. Головная задача акции – продухеление дорожно-транспортных здареньев с уделом пешеходов. Стань бачным у Темры – это не просто популярный слоган. Это ищий способ захавать здоровье и жизнь. Вясковцы признаются – с початку до светлоотбивальных элементов шмат хто относился об ияково. И навод гонорывся их отсутностью. Теперь ситуация изменяется на супраслеглую, неопошную чергу, дякуючи супрасовникам Державт инспекции, які проводят активную профилактичную работу. Правда, коли человек у парта, не жидая клопотиться об уластной безпеце, могут и до администрационной отказности протягнуть. Есть, конечно, у нас тех, кто не хотят, привлекаем к административной ответственности. Но большинство людей идут навстречу и понимают, что такие сейчас у нас времена, что надо пользоваться. И безопаснее для себя пользоваться, использовать светоотражающие элементы. Бесплатная раздежа светлоотбивальных камезылика и еще одна спроба знизить сколько из дорожно-транспортных здоровений с уделом пешеходов. Увезд из Ябровка Гомельского района зимой тротуаров для пешеходов нема практически не где. На центральной улице люди ходят по проездной часы. Коммунальная техника расшистить в узкие тротуары не может, а сирот самих вязковцев такая практика не распосюджена. Межтым рух на дорозе вельми напружены, особливо у выходные дни. У Новоколе знаходятся сотни дачных участков, куды их уладальники проезжают навод зимой. Особенно суббота, воскресенье перейти дорогу даже сложно бывает суббота, воскресенье. Так что у нас опасно ходить. Надо себя обозначать в темное время суток. Олег Сенцеров, Ольга Коновалова, Йоген Макеенко, Телерадо, компания Гомель. Промеры по захованию дорожной безопасности в регионе сегодня поди размогу в программе «Диалог». Гостем из студии станет наместник начальника областной державной инспекции Андрей Гаркуша. Глядите диалог у промым эфиры на телеканале «Беларусь-Шатыры» сегодня у 18.01.55 хвилин. Свои питания, меркования об ситуации на дорогах в области и пропоновые по развитию вуличнодорожной инфраструктуры можно выказать по номеру телефона у Гомеля 77 68 45. На Гомельщине назначены новые керовники шерогу буйных установ культуры. Генеральным директором Гомельнского палацево-паркового ансамбля стала Ирина Пыркова. До этого она займала посаду первого наместника начальника Головного управления идеологичной работы, культуры и по справах молодца был выканкама. На посаду директора Гомельнского областного музея военной славы назначены Дмитрий Чумаков. До назначения он таксама был сопрацовником Головного управления идеологичной работы, культуры и по справах молодца был выканкама. Гомельнский областный драматичный Театр узначалила Вольга Максименко, якая ранее кировала отделом культуры Реческого райвы Канкама, а потом працавала на предприемстве «Спартак». Гомельский городский молодежный театр будет працавать под кировницей Алены Маставенко. До этого она была директором детской школы мастатства номер 2 города Гомеля. Персональная выстава мастера монументального и декоративно-прикладного мастатства Михаила Кляцкова открылась в Палаце Румянцевых и Паскевича. Падзия. Примеркована до 70-ти годя с дня народжения мастака. Михаил Кляцков – самобытный майстр. Его творы характеризуются особливой цепленью, выразностью формы, малявничеством фактуры и колеру. Гомельский мастак свободно володая ляпной и гончарной техникой, разными видами декорования керамики. Он передает в своих работах на запашенные ста годями белорусские традиции. Мастаком створено множество декоративных наборов, сервизов и вас. Распрацованные модели выкористовывались у промысловой вытворчасти предприемством «Беларуськерамика». Творы Михаила Кляцкова находятся у фондах Национального мастатского музея Беларуси, российских музеях, а так само у приватных коллекциях. Городским дерби парадуя гомельских аматоров мини-футбола 17-й тур чемпионату Беларуси. На паркете спорткомплексу локомотив сьогодняя сострянутся БЧ и ВРЗ. У делу состречы не примут ключовые гульцы ВРЗ. Головный бомбардир команды Яуген Клачко отрымал травму. Антон Матвієнка дисквалификованы. Вагонобудовники узначаливают турнирную таблицу. БЧ знаходится на сьомой позиции. У першем крузе гульня помеж этими соперниками завершилась на корысть ВРЗ. 3-0. Як завершится принципиальное супростояние на ГЭТ-раз, доведуемся сьоння. Початок состречы в 18-1. Так само сьоння Светлогорске и ЦКК у гостях сгуляя с мапидом. У неделю агрокомбинат Паудневу из Гомельского района на домашней пляцовце сустренится с Динамо БНТУ. Люты подтвердить репутацию зимового месяца. Моцные морозы вернутся в Беларусь на наступном тыдне. Як поведомили в областном гидрометцентре, в ближайшие сутки в регионе прибавится снегу. Чакается слабый туман и гололед. На особных участках дорог максимально гололедится. В субботу и неделю ситуация истотно не изменится. По попередних прогнозах ясные морозные надворья усталюются у середине наступного тыдня. Семаго, восьмаго и девятого лютого температура поветра в ночи понизится до 20 морозу. У день шакается до минус 18 градусов. Гэты и иншая новинка вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tyvergomil.by На этом выпуск завершен и добрых вам новинов и до сустрелях. До следующего эфира.